Продолжение следует... Мы убедились, что меня хорошо слышно. Отлично! Десяточки пошли, значит, слышно меня хорошо. Давайте для тех, кто меня не знает, я представлюсь. Меня зовут Олесь Селезнёва. Я являюсь сапфировым мастером компании «Армель». Живу я в городе Оренбург. И сегодня я с большим удовольствием проведу этот час совместно с вами. Очень долго ждала 28 февраля. Не только потому, что это завершение месяца. Мы сегодня подводим итоги, закрываем новые квалификации. Но ещё и потому, что мы сегодня коснёмся очень интересной и важной темы. Такой, как переговоры, как часть эффективного рекрутинга. Вот в вебинарной комнате я вижу... Сейчас я посмотрю. Вы пишете свои ранги. И я вижу тех, кто пишет 0%. Это значит, что у нас сегодня много новичков. Я вас искренне приветствую. Рада, что вы сегодня попали на такую сразу важную тему. Уверена, для вас информация будет мега-мега полезна и конструктивна. Потому что я всегда делюсь не только теорией, а практикой в основном. И уверена, всё то, что вы будете сегодня слышать, надеюсь, что вам это принесёт какой-то процент пользы. Также в вебинарной комнате я вижу, есть трёхпроцентники. Очень многие из вас, кстати, не написали квалификации. Очень важно, друзья, чтобы вы ими написали квалификацию. Вижу и партнёров квалификации 20%. Это говорит о том, что вы уже давно проводите переговоры, у вас растёт сеть. К чему я это всё говорю? То есть те люди, которые попали на сегодняшний вебинар, которые новички, значит, у вас есть цель выстроить этот бизнес, узнать, как делать его эффективно. И вы хотите из этого бизнеса зарабатывать деньги. Правда же? Поставьте плюсики, кто считает, что это именно так. Так, отлично. Так, плюсиков много. Спасибо. Я люблю такие живые вебинары, поэтому очень часто буду вам задавать вопросы и большая просьба, чтобы вы были активны и как можно чаще и больше отвечали на вопросы. Тогда я буду понимать, что я действительно вам сегодня полезна в плане информации. Теперь вопрос будет адресован к тем, кто уже достиг определённой квалификации, он начал строить этот бизнес, приглашать людей на встречу, проводить переговоры. Но у всех ли всё всегда получается? Вот вы прям пригласили человека, он вам говорит, да, всё, хочу я в бизнесе. Или всё-таки вы часто сталкиваетесь с какими-то, может быть, проблемами, может быть, возражениями. Бывает такое? Поставьте пятёрки, кто сталкивается с проблемами, у кого не получается. Так, бывает. Пятёрочки пошли. Не всегда получается. Бывают отказы. Отлично. Значит, наша с вами сегодня задача разобраться, почему не получается, скорректировать наши с вами действия и сделать так, чтобы у нас начало получаться. Вы со мной согласны? Вам интересно? Вы готовы услышать новые инсайты для того, чтобы уже с сегодняшнего дня, друзья, вы сказали, так вот же эта лампочка загорелась и вот, оказывается, как нужно проводить встречи. Отлично. Я вижу ваш боевой настрой, потому что восклицательные знаки в слове «да» готова говорят о многом. Мы с вами чувствуем нашу с вами энергетику. Ну что, вы меня тоже подзарядили и таким образом я готова открыть вам завист тайны. Итак, с какими же основными проблемами мы можем столкнуться при диалоге с потенциальным человеком? Ну, первое, что может быть, это с вами не разговаривают. Вы пригласили человека, он дошел, пришел, как я люблю шутить, принес свое тело, но он не разговаривает. Он настолько вот как ежик свои колючки выпустил и вам ничего не отвечает. Он говорит, ну, ближе к делу. Ну, что вы хотели-то? Ну, что за предложение? Бывает такое? Ставьте цифру пять, если такое бывает. А следующий момент. Человек может с вами начать спорить. Вы ему одно предложение, а он говорит, нет, а я вот в компании такой-то. Да и у нас вообще самый лучший маркетинг-план. Да и вообще и продукт у нас-то настоящий, а у вас-то из нефти продуктов духи разливаются. Представляете, мне и такое говорят. Бывает такое? То есть человек с вами вступает в спор, вы отчасти тоже начинаете с ним спорить, и такая встреча ни к чему не приводит. Бывали у вас такие встречи? Да, частенько. Отлично. Так, проблемы у нас вылезают наружу. Это здорово. Самое главное нам понять эти сегодня проблемы. Следующий момент. Бывает так, что человек вас не... Скажем, вы его не заразили идеей или не зацепили своим предложением, потому что он просто вам не доверяет, а, возможно, не верит. Вот вы ему говорите, что, слушай, я через год сотрудничество с компанией начал зарабатывать от 100 тысяч и более. Он говорит, да нет, не может такого быть. Это какой-то лохотрон, это пирамида. Не может такого быть. Я вот у себя на работе зарабатываю 12 тысяч 5 лет подряд. Какие 100 вообще, да? То есть нет доверия, и человек вам не верит. Друзья, еще такую пометочку сделаю. Я вижу, вы начинаете писать вопросы. Я оставлю время для ваших вопросов в конце, потому что, возможно, на тот вопрос, который вы сейчас пишете, вы услышите ответ немножечко позже. И к тому же, если я буду сейчас отвлекаться на ваши вопросы, я не смогу концентрироваться на той мысли, которую я хочу вам донести. Ирина, то, что вы пишете, когда вам говорят нет денег, это проблема с возражениями. Это значит, либо не донесли информацию, либо действительно надо поработать с возражениями. Поэтому работа с возражениями – это одна из тем, курсы запуск, вы обязательно на нее попадете, если еще не были. И договорились, да, чтобы меня не сбить с мыслями, обязательно отвечу на вопросы позже. Хорошо? Вот. Следующий момент, да, с какой проблемой мы можем сталкиваться, это... Это... вам дают какие-то возражения, на которые вы не нашли, что ответить. Вот вам человек сказал, что, допустим, это не для меня, не хочу, а вы раз и не нашли, что ему сказать. И все, и встреча тоже провалилась. И еще одна из причин, кстати, может быть, как смешно она не звучит, но большинство неудач среди партнеров я связываю именно с этой причиной, друзья, с причиной номер пять, вы просто не проводите переговоры. очень часто слышу, я сказал всем своим знакомым, и никому ничего неинтересно, и все мне сказали, что это ерунда. Все, мне некому вообще говорить. И, как правило, это число таких людей сводится, ну, к двум, максимум пяти. И человек говорит, я всем вообще рассказал. Да? И просто я могу сказать, те, кто предложил маленькому количеству людей, вы просто этот бизнес еще не делали, вы просто не начали с людьми общаться. И смотрите, подводя итог вот этим нашим озвученным проблемам, я могу сказать, что причина... причина в том, что у вас не получается, либо она у вас внутри себя, то есть это страх и неуверенность. У нас с вами все, друзья, начинается откуда? Из головы. Вот какую мысль мы себе посеем, то мы с вами, скажем, и пожмем. То есть если у вас внутри неуверенность о том предложении, о котором вы говорите, если вы заведомо думаете, что этому человеку не надо, или он скажет, что ой, дорого, денег на папку нет. Это ваша неуверенность, и это ваша проблема, которую сначала нужно побороть внутри себя. И следующее, еще одна из причин, это отсутствие навыка. То есть может быть у вас есть теоретические знания, вы готовы проводить встречи, но у вас просто мало навыков, вы еще маленькое количество людей перебрали. У нас бизнес статистики. А что такое навык, друзья? Навык – это ваши знания, которые подкреплены опытом и жаждой делать это. Вот когда у вас горят глаза, когда у вас в голосе, ну не знаю, вот металл что ли в голосе, вам бывает и трудно отказать. Я уже рассказывала свою историю, но прям вот буквально слово скажу, что первые мои партнеры – это были люди, которых я рекрутировала по телефону, которых я не знала. Представляете, мы даже не с глазу на глаз общались, а мы общались по телефону. И я настолько зародилась этой идеей, мне настолько понравилась идея, и я увидела решение своих проблем с помощью компании, что люди заражались именно моим вдохновением и говорили, слушай, я тоже хочу, я тоже хочу попробовать, а вдруг у меня тоже получится, и я решу свои проблемы. Вы уловили мысль, да, почему, возможно, у вас не получается. Сейчас я рекомендую, чтобы вы параллельно тоже немножечко проанализировали вашу проделанную работу. Если вы один из пунктов увидели, а может быть и несколько, это уже хорошо. Значит, вы сегодня сможете провести работу над ошибками, уже понять, как делать правильно. Поставьте, пожалуйста, десятки, до кого провалился вот этот жетон, кто понял, да, вот в чем кроется проблема, что, может быть, я еще и не проводила переговоры в достаточном количестве, а может быть, я сама еще настолько не уверена, что люди просто не могут за мной пойти, потому что я сама не уверена или не уверен. Супер, десяток очень много, я рада, что вы услышали меня, и мы движемся дальше. Смотрите, переговоры – это не презентация. Очень часто, вот вы обрадовали, что человек пришел на встречу, и первое, что вы начинаете, вы говорите, слушай, я хочу тебя познакомить с компанией Армель. Это так и все, и понеслось кружево, вы начали презентовать компанию, вы начали презентовать продукт, а человек вообще не понимает, для чего этому нужно. Следующий момент, важно помнить, что переговоры – это, друзья, не продажи. Отчасти вы продаете, конечно, идею, но вы не продаете товар. То есть те, кто зовет людей на дегустацию кофе, на дегустацию ароматов, вы, по сути, уже изначально для человека несете какое-то предложение, он думает, что ага, вот сейчас мне дадут попробовать, и я должен буду это купить. И уже на этом этапе, когда человек думает, что ему хотят что-то продать, он уже отказывается на встречу. Поэтому вы должны помнить, что переговоры – это не продажи, а переговоры, друзья, это эффективный диалог. Вот как сделать его эффективным, я обязательно сегодня вам расскажу. Но вы должны помнить, что переговоры – это диалог. Вы с человеком для начала должны познакомиться и пообщаться. Вот в этом, наверное, самая главная изюминка. Мне часто партнеры, с которыми мы работаем два на один, то есть проводим встречу, говорят, что «слушай, ну ты так провела, ну тебе, конечно, невозможно было отказать. Друзья, да просто я правильно выстроила диалог. Я услышала человека и правильно преподнесла ему информацию». Согласны? Хотите научиться так же? Поставьте единички, кто хочет. Эльза была первой. Отлично! Отлично! О, даже есть пять единичек! Супер! Готовность у вас максимальная. Отлично! Давайте с вами начнем понимать, что же такое рекрутинговая встреча. Рекрутинговая встреча – это встреча, где присутствует... присутствуете вы, дистрибьютор. Будет очень здорово, если будет присутствовать ваш спонсор, либо наблюдать, либо помогать проводить первую встречу. И приглашенный, то есть это потенциальный ваш партнер, партнер в команду. Собственно, это и является рекрутинговой встречей. Теперь мы с вами должны выработать стратегию проведения рекрутинговой встречи, что очень важно, да, вот поэтапности. Вот первое, самое важное, вы должны понимать, для чего. Вот цель – это самое важное. Любой момент, который вы в бизнесе проводите, если вы делаете приглашение, вы звоните, вы должны понимать, для чего. Вот что я хочу в своем приглашении выразить. И когда вы понимаете, для чего, у вас и слова находятся правильные, и вам звонить легче. Также при встрече, вот вы должны понимать, вы пригласили человека, для чего нужно это вам, да. То есть самое важное, мы определяем цель. Я вам поясню, да, для чего это нужно. Смотрите, в желаниях кроется энергия к действиям. Вот когда человек чего-то очень сильно хочет, он найдет время, он сможет прийти, доехать, он, не знаю, даже найдет деньги на папку, например. То есть желание – это все. Человек стремится осуществить свои желания и начинает... Я недавно общалась с одним партнером, который мне призналась, что, слушай, у меня просто были отмазы, потому что я не видела для себя настоящей цели, настоящей идеи, поэтому я говорила, у меня нет времени. Понимаете? То есть это элементарно. И этот принцип можно выявить, да, в следующей формуле. Желание – это равно энергия. То есть, исходя из этой формулы, мы можем сформулировать цель рекрутинговой встречи. Первое, мы выявляем истинные желания человека. И второе, мы предлагаем сотрудничество с компанией, но, друзья, как способ достижения желаемого. Вот когда вы выявили истинную причину, вы уже понимаете, какие у человека болевые точки, скажем так, мозоли, да, и уже можете предложить, как ему избавиться вот от этой вот боли. То есть компания – это инструмент для достижения цели. И когда вы это преподносите с позиции, что, смотри, это решение твоей проблемы, тогда человеку больше хочется сказать вам «да», нежели когда мы начинаем диалог с того, что, смотри, я, мне нужно, я хочу, и тогда человек говорит, ну это ты, 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 а я-то тут при чём, да? Вот поэтому вот эту фразу прям запишите себе способ достижения желаемого путём выявления истинных желаний человека, да. Самый главный секрет успешного подписания заключается в том, чтобы найти истинные желания человека. А вы согласны, друзья, что желания у людей-то разные, да, не всегда мотивируют деньги как таковые. Вот кому-то, как я говорю, да, не хватает на кусок хлеба с маслом, а кто-то хочет заработать на Мерседес. Согласны же, да? Так, звук плохой, друзья. Поставьте десяточки, чтобы проверить связь. Всё, звук отличный. У кого звук плохой, вам просто нужно перезайти. Я продолжаю, да. Так вот, смотрите, для кого-то деньги – это, например, не знаю, завершение ремонта в квартире, да, долго растянув, который долго тянется. Возможно, это приобретение, там, не знаю, нового мобильного телефона, компьютера. То есть какие-то материальные вопросы, да. Для кого-то деньги – это возможность проявить заботу о близких. Ну, например, кто-то хочет помогать родителям, да. Может быть, оплатить какое-то дорогостоящее лечение, может быть, оплатить какие-то курсы, да. Вот человек долго мечтал, например, выучить английский язык, а вы раз ему и помогли в этом, да. Ну, что-то, в общем, из этой серии, да. Для кого-то деньги – это, может быть, самоутверждение, да. Возможность сказать, что он заработал больше, там, не знаю, тысячи долларов за месяц, за это больше, там, тех, кто, там, живет в вашем городе и получает, допустим, хорошую зарплату на престижной работе. Вот важно вот это самоудовлетворение, скажем так, да. А для кого-то деньги – это повышение самооценки. То есть я достоин большего. Поэтому я хочу, чтобы все лучшие вещи, они придуманы для меня. Вот если есть, например, Мерседес с кучей опций, почему это для кого-то, а не для меня. Вот для кого-то деньги – это, согласны? И вы не можете со всеми говорить на одном уровне. Потому что если вы начнете говорить про Мерседес, человеку, которому кушать нечего, он тоже вас не услышит. Понимаете? Поставьте пятерки, кто понял, вот того сейчас просто как молнии пробило, что действительно, я же просто вообще не выявлял потребность человека. Я говорил всем все под одну гребенку. И вообще не разбирался. Оказывается-то вот с чего надо начинать. Отлично! Много пятерок, значит, вы уже получаете инсайты. Классно! И дальше, когда вы уже, например, сделали предложение, человек согласился, вы уже человека позовете на вторую встречу и уже конкретно начнете разрабатывать план активных действий. Это будет уже следующий этап. С этим понятно? Если понятно... Кристин, мы обязательно сейчас еще раз рассмотрим вопросы примерные, которые будут. Вы немножечко бежите вперед. Обязательно будут приведены примеры. Итак, что такое рекрутинговая встреча, мы с вами разобрались. Еще один из секретов в проведении диалогов. Нам нужно научиться с вами умело использовать массовую и индивидуальную мотивацию. Поставьте минусы, кто вообще не понимает, что такое массовая и что такое индивидуальная мотивация. И вообще таких, может быть, словооборотов не слышал. Спасибо, друзья, вам за искренность. Много таких. Давайте я вам поясню, что я имею в виду. Смотрите. Итак, приглашая людей в бизнес, мы используем массовую и индивидуальную мотивацию. Что это такое? Например, мы с вами пригласили человека на презентацию, а это более открытое мероприятие, где может быть присутствовать 5, 10, 15 и больше человек. Ваш кандидат пришел, ему все понравилось. После этого в обязательном порядке нужно найти время и договориться с ним об индивидуальной встрече, чтобы проговорить еще какие-то моменты, ответить на вопросы и так далее. Если вы сначала пообщались с человеком лично, то для усиления его желания работать с вами вместе в одной команде, мы должны пригласить его на массовые мероприятия. Друзья, для чего? Для того, чтобы человек еще прочувствовал и атмосферу, а возможно он увидел таких же людей, как он, которые в поиске, может быть, таких же мам в декрете, может быть, людей, которые ищут что-то новое. В общем, когда на вас еще работает результат других. Разобрались? Поняли, что такое массовая, что такое индивидуальная мотивация? Поставьте плюсики, кто разобрался. Отлично, здорово, вы меня услышали, поняли, двигаемся дальше. Очень важно время общения. Вот если речь, друзья, если у вас подобного, Кристина, не проводят, начните организовывать подобные встречи сами. Будьте первым. Три человека – это уже тоже презентация. Итак, важно отметить время общения. Вот я очень часто тоже вижу из одной из ошибок в проведении встреч новых партнеров. Вот он обрадовался, что человек пришел. И на первой встрече он изливает все, что знает. Он хочет поделиться не только идеей, но и всеми своими знаниями, навыками. И встреча затягивается даже, друзья, не на час, а на два и на три. И человек просто вообще в итоге, он уходит с квадратной головой, он не понимает вообще, зачем он пришел, и зачем он потерял столько времени. Мои первые встречи, они проводятся максимум 30 минут. Потому что моя первая встреча – это прежде всего знакомство. То есть я выявляю потребности человека, выявляю вообще склонность его к ведению бизнеса, потому что если человек не в поиске, у меня нет задачи подписать всех подряд. Бывает такое, что мы подпишем людей, а потом себе такую проблему приобретем, потому что, ну, может быть, даже будет просто стыдно за этого кандидата, да, за то, как он себя будет вести в дальнейшем в компании, может быть, на ваших мероприятиях, в офисе и так далее. Поэтому первая встреча – мы просто говорим в двух словах об идее. Дальше я вам тоже приведу конкретные фразы. То есть то, о чем выше мы говорили, да, что не нужно делать больших презентаций, не нужно рассказывать все то, что вы знаете. В двух словах идея. Если человеку интересно, мы общаемся. Если не интересно, слушай, здорово, давай попьем кофе, и я побегу дальше. То есть вы показываете свою занятость и свою убежденность в том, что вы делаете. Что касается места встречи, вот как раз сейчас спрашивали, да, что у вас тут нет таких мероприятий. Вообще, друзья, общаться можно везде. Первые встречи я проводила в кафе за чашечкой чая. Теперь у меня нет такой необходимости покупать чай в кафе, потому что у меня всегда с собой наш кофе, да, с кофе стало намного проще. Вот. А самое главное, что вы должны учитывать при выборе места, да, это безопасность, удобство и ваш имидж. То есть чтобы вы и сами смогли прийти навстречу, скажем так, в образе, да, и чтобы человеку было удобно, да, чтобы, может быть, это была удобная парковка, удобный проезд, да, удобно в плане атмосферы, там, чтобы не играла громко музыка, не было накурено. Вообще сейчас очень много кофеен, кафе какого-то там ресторана. Вы даже можете просто приглашать в красивые места, тем самым сами будете в комфортной обстановке, да, общаться и показывать человеку тоже такой лайфстайл. Смотри, я сегодня в одном ресторане, завтра в другом, послезавтра в третьем. Это что касается первой встречи. Дальше, конечно, нужно вторую встречу. Я бы уже вам порекомендовала провести именно на территории офиса, чтобы человек увидел рабочий процесс, может быть, он увидел поближе продукцию, он увидел, что не один он такой приходит, да, что в офисе вот еще общаются люди, и уже прочувствовал атмосферу. И там уже вы можете отвечать на вопросы. Вот. Приглашать нужно всех, кто есть, в вашей базе потенциальных партнеров. Ни в коем случае не... Вот опять отвлекаюсь на вопросы, Кристин. Мы договорились, что все вопросы мы оставляем на потом. Я читаю вопрос, теряю мысль. Договорились, Кристин? И важно, да, чтобы вот эта встреча рекрутинговая все-таки она проводилась один на один, потому что на большой презентации, на массовой какой-то встрече вы до конца все равно не можете уделить 100% внимания человека и понять, что конкретно ему нужно. Вы можете передать общую идею, но поговорить нужно индивидуально. Следующий слайд – это как раз-таки вот уже рекомендуемая последовательность проведения встречи. Вот человек к вам пришел. Первое, да, с чего мы начинаем, это же, конечно же, приветствие. И нужно создать приятную, располагающую обстановку для общения. Ну, например, что можно сказать? Что слушайте, здорово, рада вас видеть, как вы добрались, почему вы вообще пришли. И пока человек будет отвечать, можно сказать, вот как раз пока вы отвечаете, я сейчас поставлю чайник и угощу вас вкусным кофе. Все, когда вы уже начинаете заваривать кофе, появляется аромат согревающий, вкусный, и человек уже, его это располагает к общению. То есть я вот очень часто именно в таком формате провожу первые диалоги, они достаточно эффективны. То есть даже если вдруг человек не заинтересовал бизнес, или он пока сомневается, людям нравится кофе, как правило, либо покупают кофе, либо говорят, то есть, знаете, мне очень понравилось, у вас очень комфортно, уютно и вкусно. Поэтому мы уже начинаем собирать отзывы. Соответственно, дальше вы к человеку должны присоединиться, то есть вы должны найти какие-то общие пути соприкосновения. Вот смотрите, почему вы спрашиваете, почему вы пришли, расскажите о себе. Если человек говорит, да мне нечего рассказать, вот у меня буквально на днях была такая встреча, девушка говорит, да, ну что я себе могу рассказать? Ну, работаю, педагог я, денег не хватает. Как мы можем присоединиться? Ну, конечно, если это на самом деле так, у меня совпало, что это на самом деле так. Я сказала, слушайте, Наталья, здорово, мы с вами, значит, коллеги. Я тоже энное количество лет начинала педагогическую деятельность, и мне еще интереснее будет с вами пообщаться. Понимаете, мы уже все с ней нашли общую точку. Мы педагоги. Может быть, общая точка, это будет, не знаю, мама в декрете. Может быть, это будет предприниматель, да, может быть, мужчина с мужчиной общается, да. Может быть, вы любите рыбалки, или вы любите путешествовать. На самом деле, очень много можно найти точек соприкосновения. Здесь вы присоединились, и уже, может быть, у вас, кстати, общий знакомый, и тогда все, вы уже как будто бы тысячу лет знакомы, и вы общаетесь наравне. Дальше вот как раз-таки мы выявляем потребности. Сейчас на следующем слайде будет как раз-таки опросник. Вы можете либо записать эти вопросы, либо сфотографировать слайды, как раз какие вопросы можно задавать. После того, как на многие вопросы вам человек отвечает положительно, либо там кивает головой, либо отвечает «да», вы как раз-таки можете презентовать ему возможность. Опять же, возможность, как я презентую, я говорю, знаете, я сейчас развиваю один интересный бизнес-проект, я работаю в партнерстве с компанией, работаем мы по определенной схеме, схема работающая, где вы за короткий промежуток времени можете выйти на доход от 100 тысяч и более, ну, допустим, в течение года. Скажите, вам вообще интересно об этом узнать подробнее? Вам интересен такой доход? И я молчу, слушаю, что человек мне скажет. Если он говорит мне «да», то есть смысл что-то продолжить рассказывать. Если человек говорит «нет», я говорю «окей», тогда просто попьем кофе, и общаемся на отвлеченную тему, потому что вы должны знать цену своему времени и своей информации. Я не готова тратить свое время впустую, рассказать 30 минут о возможности, а человек будет сидеть и думать, «ох, елки-палки, мне сегодня надо кредит оплатить, а еще ребенка забрать», то есть он будет не в теме со мной, «вот к этому я не готова». Согласны? Если человек говорит «да, мне это интересно», я говорю «окей», тогда давайте знакомиться уже более тесно, и я рассказываю именно о бизнес-идее, на том, что я работаю в партнерстве с компанией Armel, что такое партнерство, как мы развиваем бренд, и, соответственно, как мы можем на этом заработать. Друзья, это занимает максимум 5 минут времени, после чего я тоже спрашиваю, как вам эта идея? Вы увидели в этой данной идее решение ваших проблем? Если человек говорит «да», мы продолжаем разговор. Если нет, «окей», допиваем кофе и расходимся, как в море корабли. Слышу, что вы замолчали. В чате нет ни вопросов. Спасибо, кстати, что не перебивали. Друзья, со связью всё в порядке? Или вы просто очень... А, пишите, всё, отлично. Вот это я имела в виду. Распишите, значит, действительно всё отлично. Дальше мы отвечаем на вопросы и работаем с возражениями. Только работаем с возражениями грамотно. Как я уже сказала, это отдельные темы вебинаров. И следующий момент... Следующий момент мы просто подписываем соглашение и определяем наши дальнейшие действия. Следующий слайд. Сейчас я хочу, чтобы вы немножечко отвлеклись от тех моментов, какие вопросы нужно задавать, да, и ответили себе и мне тоже в чат на вопрос. Как вы думаете, что мотивирует людей подписывать контракт и работать в МЛМ? Вот не все же сразу положительно относятся к сетевому маркетингу, да, к этой индустрии. Вот как вы думаете, что мотивирует людей подписать контракт и принять ваше предложение? Давайте с вами поразмышляем. Амбиции. Так. Нет закупок. Ну, нет закупок это конкретно в компании Армель, да, а вообще вот в принципе в МЛМ бывают же и прокупки. Так. Хороший доход. Решение проблем, да. Отсутствие рисков. Пользоваться со скидкой продукции. Деньги интересуют человека. Заработок. Свобода действий. Деньги сразу. Вот здесь Светлана не совсем согласна, потому что не всегда человек сразу получает результат и не всегда видит деньги, да. Быстрый старт. Тоже не совсем поняла, что вы имеете в виду. Нет потолка в ходе. Так. Возможность решить свои проблемы с помощью компании. Да, друзья, многие из вас, все вы отчасти правы. И знаете, для чего я вас об этом спросила? Для того, чтобы вы помнили вот эти ответы, когда будете проводить встречу. Вот для того, чтобы вы правильно могли задавать вопросы и правильно на них отвечать. изначально, зная, что мотивирует людей. Вот если подвести итог, да, всем вашим мыслям, которые вы высказали, что мотивирует людей подписывать контракт, это их желание, да, что-то изменить, что-то приобрести, что-то достроить, что-то построить. Это их потребности, да, или решение проблем. Вот об этом нужно помнить и искать, выявлять эти желания, потребности и проблемы и давать готовое решение. Вот многие хотят, допустим, открыть бизнес, но такой, чтобы под ключ, чтобы раз и все сделал. Вот уже ничего думать не надо, ни логистику, да, ни искать там поставщиков, еще что-то. Все хотят получить такой бизнес под ключ. Вот вы тоже в диалоге с человеком должны предложить решение проблем, предложить бизнес под ключ. Итак, вы молодцы, что отвечали на вопросы. И как раз-таки вот тот самый опросник для выявления истинных потребностей людей. С чего можно начать диалоги? Помните, что все эти вопросы, они примерные, они примерные, и вы можете часть использовать, часть вы можете просто доработать для себя. Итак, можно спросить, вот вы поприветствовали человека, кто вы по профессии, да, а нравится ли вам то дело, которым вы сейчас занимаетесь? Если человек, да, говорит, можно уточнить, а чем бы вы хотели заниматься еще, да, дополнительно? А если человек говорит нет, то можно спросить, да, а чем бы вы хотели заниматься? Потому что большинство людей работает по найму не потому, что они прям так любят свою работу, а потому что, ну, смогли туда только устроиться. Либо образование, да, позволяет только там работать, а не где иначе. А здесь вы спрашиваете вообще человека, чем он хочет заниматься, чем хотел бы заниматься. Следующий вопрос, который можно задать. Вы зарабатываете столько, сколько хотите? Сколько конкретно вы хотели бы зарабатывать? То есть вы не спрашиваете в лоб, да, какая у тебя зарплата? То есть, может быть, человек постесняется ответить, может быть, ему стыдно, да, за свой доход, а может быть, наоборот, доход такой хороший, что он не хочет его озвучивать. Бывает такое. Поэтому, если вы зададите вопрос открытый, то на него и будет открытый ответ, да. Какая сумма дополнительного заработка вас интересует? Как бы вы ей распорядились? То есть этим вопросом мы можем понять, на что человек, в принципе, готов тратить деньги. Может быть, на путешествия, да, а может быть, человек хочет новый автомобиль, а может быть, он хочет новую квартиру и так далее. Если хочет путешествия и машину, мы можем ему обязательно предложить о тех возможностях, которые есть у нас в компании, да. Следующий момент. Вы бы хотели распоряжаться своим временем, да. На что бы вы тратили свое свободное время, если бы оно у вас было? Вот для большинства, например, людей, многие мне говорят, я хотел бы больше проводить времени с семьей, с ребенком, да, участвовать в жизни ребенка, бывать там на каких-то утренниках, возможно, на соревнованиях и так далее. Вот, кстати, сегодня у нас у старшего сына соревнования. Соревнования второй день и начинаются в час. Вот кто, работая по найму, смог бы взять и поприсутствовать на соревнованиях у ребенка? Ну, никого бы ради такой причины не отпустили. Это я вот голову на отрез даю. А вы только представьте, как важно для ваших детей чувствовать вашу поддержку и внимание, да. И, соответственно, если у человека сам руководить своим временем, мы взяли и пришли на соревнования, мы видели, как он сражался, как за каждый мячик бился и так далее. То есть понимаете, да, свободу времени. И действительно это может быть наболевшая тема для человека, и вы предлагаете ему альтернативу. Устраивает ли ваше жилье? Хотели бы вы жить в каких условиях? То есть это тоже один из вариантов вопросов. Устраивает ли ваш автомобиль? Автомобиль. О каком автомобиле вы мечтаете? Устраивает ли, как вы отдыхаете? Интересно, а где и как бы вы вообще хотели отдыхать? Вот если бы это был такой отпуск, который вам, например, оплачивали. Вот как бы вы провели? Вот куда бы съездили, да? Какая у вас семья? Можно спросить про детей, да? Где учатся? Какие секции посещают? Куда бы выводили детей, если бы была такая возможность, да? Потому что очень многие секции действительно платные, действительно дорого стоят, да? Дальше можно сказать, смотрите, а если я покажу, как действительно можно осуществить ваше желание, либо решить проблемы, да, о которых мы сейчас с вами проговорили, вы готовы взять на себя ответственность и начать действовать? Вот если человек говорит «да», вот здесь мы говорим о нашей идее бизнеса, которую я вам только что озвучила, и вы говорили, что вы записывали. Дальше можно спросить, какие у вас есть вопросы и уже заключить сделку, да? Сказать, ну что, ты готов? Готов начать действовать? Тогда смотри, заключаем договор, становимся партнерами, назначаем следующую встречу. Если человек говорит «да», регистрируем. Если человек говорит «слушай, интересно, но мне вот нужно еще подумать». Окей, я тебя понимаю. Сколько тебе нужно времени для того, чтобы подумать? И давай сразу назначу повторную встречу, чтобы я могла ответить тебе на те вопросы, которые тебе стали непонятны, или которые у тебя, возможно, появятся в то время, когда ты будешь думать. И, кстати, один из вопросов, о чем ты будешь думать, с кем ты будешь советоваться, да? Там, пятерки, кто использовал такие вопросы в проведении диалогов, кто действительно проводил встречи по такому сценарию, именно задавая вопросы, выявлял проблему и находил решение этой проблемы. И поставьте, пожалуйста, единички, кто проводил встречи по-другому, кто начинал именно с презентации, с тем, чем вы занимаетесь. Хочется понять немножечко статистику людей в группе, кого же больше, пятерок или единичек? Так, поначалу были пятерки, но вот сейчас большинство единичек. Друзья, это круто, это значит то, что вы сегодня действительно уйдете с новой информацией, и ваша задача, друзья, начать эту информацию применять на практику. Вот вы просто сегодня проанализируйте, какие у вас были ошибки, что можно было бы сделать по-другому, и уже сегодня назначите встречи, а завтра проведите их по-другому, и посмотрите свою статистику. И самой большой наградой для меня и для ваших структур будет то, если вы позвоните своему спонсору и скажете, слушай, спасибо тебе, что ты меня пригласила на курс-запуск по четвергам, я была на теме, я поняла, как проводится действительно рекрутинговая встреча, как выстраивается правильный диалог, и я по новой схеме провела пять встреч, и у меня одна регистрация. И это будет самой крутой наградой, которую услышит человек, который пригласил вас в бизнес, и, ну и, конечно, для меня, если будет изменено качество, качество вашей проделанной работы, это в целом мы все работаем с вами на создание компании, команды номер один, команды мечты. И, соответственно, от вклада каждого из нас, друзья, на самом деле, зависит очень-очень много. Согласны со мной? Напишите. Да. Если говорят, мне неинтересно, я сама напишу. Стоп. Как можно на переговорах, которые вы проводите голосом, чтобы человек сказал, я вам напишу? Это значит, что вы выстраиваете диалог в соцсетях. Могу сказать, что все, о чем я сегодня говорила, друзья, это работа на земле. И если вы не научились правильно, грамотно, эффективно проводить встречи на земле, вы никогда эффективно не проведете эту встречу в интернете. Это диалог, который на 99% обречен на неуспех. Научитесь сначала проводить встречи на земле, и вы тогда с легкостью будете проводить диалоги в интернете. Это уже будет, скажем так, наградой, что ли, плюсом к вашей работе. Ваша задача, ну, если сказал человек, я там перезвоню сама, это значит, все-таки вы не донесли идею, возможно, не докопались до истины, ну, ну, или сама позвоню. Опять же, позвоню, значит, вы по телефону все человеку сказали, вы с ним не встречались. Смотрите, цель звонка – пригласить человека на встречу. Я никогда, если я работаю в городе, на земле, не доношу идею бизнеса. Да, конечно, если я рекрутирую человека с другого города, с другой стороны, обязательно это будет созвон либо в Скайпе, либо в Ватсапе, в Вайбере. Обязательно у меня это будет видеосвязь, чтобы человек видел меня, не только слышал, но и видел. И, соответственно, это будет обязательно назначенная встреча. То есть я скажу, окей, если тебе интересно, давай созвонимся, допустим, на неделю, в среду, чтобы я тебе смогла донести идею, а ты внимательно смогла меня слушать. Ответила на ваш вопрос? А можно сначала приглашать на вебинар, а потом проводить встречу? Да, Светлана, можно. Можно, допустим, пригласить на открытый вебинар, который проходит по вторник, и потом провести индивидуальную встречу. Это как раз то, о чем я говорила в первых слайдах. Использование массовой и индивидуальной мотивации. Можно и так. У меня часто по статистике изначально я заражаю человека идеей, если он хочет доразобраться, я и приглашаю на презентацию. Но можно пойти другим путем, да, можно. Знакомые говорят, что мы подождем, когда ты будешь успешной, и тогда мы зарегистрируемся. Отлично, Елена. Вот у меня такая же статистика. Помните, что все ваши знакомые, теплый ваш шкук, они получат информацию, будут за вами наблюдать. Пусть наблюдают. Даже если человек придет к вам в бизнес через полгода-год, вам же от этого не хуже? Не хуже, только лучше, да, потому что человек придет с осознанным решением и уже с готовностью действовать. Вообще новое дело нужно начинать с новыми людьми. Вот это из моей практики, из практики тех людей, у которых уже этот бизнес получается, которые вообще работают в МЛМ-индустрии. Новое дело мы начинаем с новыми людьми. Теплый круг, ваши родственники, это по сути будут люди, на которых вы просто потренируетесь. Потренируетесь проводить встречу, потренируетесь что сказать. Но, как правило, люди скажут, слушай, опять ты ввязалась, да, вот у тебя же в предыдущей компании не получилось, ну куда ты опять лезешь, да? Поэтому ты говоришь спасибо, я просто вот на тебе потренировалась, сейчас давай просто понаблюдай за мной. Для чего люди так говорят? Это защитная реакция. В случае, если у вас не получится, они скажут, ну я же тебе говорила, а ты вот меня не слушала. А ваша задача доказать этому человеку, что это получается. Вот, кстати, у меня была мотивация именно доказать себе и окружающим, что я добьюсь успеха, и вы еще скажете, да, кто успешный, а кто неуспешный. Вот у меня была внутренняя злость, внутренняя мотивация, но это мой случай. В каждом случае вашем это будет отдельная мотивация. И у меня такая, Кристина, здорово. Ну и смотрите, друзья, я вам... Сегодня вы поприсутствовали на вебинаре, на курсе запуск, но я вам не могу не сказать о массовых мероприятиях, о вашей массовой мотивации, на которой вы обязательно должны присутствовать, если вы в бизнесе, если вы хотите результата. Это предстоящие, конечно же, саммиты мастеров, которые пройдут уже в ближайшее время, с конца марта и начала апреля, в городе Красноярск, Казань, Ростов-на-Дону и Астана. Кстати, в Казани уже билеты раскуплены, поэтому торопитесь покупать билеты в Ростов-на-Дону, в Красноярске и в Астане, если вы хотите действительно стать профессионалами в том, что вы делаете. Если вы действительно хотите научиться работать с командой, научить людей пониманию и делать то же самое, что делаете вы, запустить эту дубликацию, потому что темы саммитов мастеров, которые будут, это будет именно направленность на рекрутинг. Будет рекрутинг разобран буквально по косточкам, буквально по косточкам. Вы, знаете, у вас появится понимание, что вам нужно делать в ближайшие три месяца с момента того, как звонить, кому звонить, что говорить, что говорить на встрече, как проводить диалог, как запустить эту дубликацию в команду. Представляете? Я уверена, что многие из вас уже приобрели билеты. Поставьте, пожалуйста, плюсики, кто купил билеты. Вот вы уже молодцы, пишите, что вы будете на саммите в Казани. Друзья, наша семья тоже обязательно будет на саммите в Казани. Надеюсь, что это будут еще и другие города. Поэтому вот еще раз рекомендую вам сегодня принять решение, не ждать завтра, потому что очень многие ждали, надеялись, что да, еще три месяца впереди куплю билет в Казань. И получается так, что партнеры, которые живут в Казани, уже не могут купить билеты. Представляете, как эти люди кусают локти. Соответственно, чтобы не кусать локти, выходим в личный кабинет, в события компании, покупаем билеты, и уже через два месяца вы получите такую информацию, которая действительно перевернет вашу жизнь, потому что это будет бизнес-интенсив. Кстати, бизнес-интенсив длится два дня. Вам не нужно тратить годы на обучение, а достаточно взять, выбрать время на несколько дней, получить информацию, которая действительно поможет запустить вам вот это самое колесо, раскрутить маховит и выйти действительно на тот уровень жизни, о котором вы мечтаете, решить ваши проблемы и начать уже помогать другим людям. Таня пишет, приезжайте с Владимиром в Росноярск, Татьяна, обязательно постараемся. В Казани надо продлить для тех, кто не попал. Кристин, если бы была возможность продлить, компания бы продлила. Надо просто быстро уметь принимать решения. Это тоже один из секретов, именно в быстром лидерском принятии решений. Почему в Казани нету мест? Потому что, в принципе, в Казани мало больших залов и всего, по-моему, четыре зала и один из залов, это зал, который уже выкупили мы. Вот так вот намного вперед. Ну что ж, друзья, время неумолимо промчалось, вот так вот час эффективно мы с вами пообщались. Пишите вопросы, если у вас еще остались. Если вопросов нет, я благодарю вас за то время, которые вы провели со мной. Я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы были очень открытой аудиторией, отвечали на вопросы, задавали вопросы. И я очень рада, если я вам действительно буду благодарна, если вы услышали какие-то фишечки, какие-то секреты и начнете делать это дело по-новому, и вам это принесет результат. Благодарю всех. Вижу, что вопросов нет. Спасибо, что тоже выражаете слова благодарности. Кстати, приглашаю вас вечером в 21 Москвы. Будет выступать прекраснейший спикер, лидер компании, Ольга Украинская, которая расскажет о своих секретах, расскажет со своей призмы. Я обязательно тоже буду на этом вебинаре, потому что, несмотря на результат, я тоже до сих пор учусь. Поэтому в 21 Москвы будьте на вебинаре, послушайте Ольгу Украинскую. И уверена, что информация разложится еще и больше по полочкам. Все, всем спасибо, всем пока, всем до встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok